Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина, и я очень рада вас видеть у себя на канале. Сегодня я хочу с вами поговорить про уход за телом. Точнее, я официально открываю марафон в борьбе за красивое тело. И я сегодня хочу вам показать все то, чем я буду пользоваться в марте месяце. Все эти штуки, которые мне хочется использовать в этом месяце. И, конечно, в следующем месяце мы с вами поговорим уже немножко о других. Возможно, может быть, что-то будет новое, интересное. В общем, буду с вами тестировать все, что помогает нашему телу с каждым разом становиться все лучше и лучше. Как вы знаете, за телом я люблю ухаживать круглогодично. У меня нет, знаете, подразделений лето, осень, весна и зима. Я пользуюсь и всегда стараюсь, чтобы тело было в хорошей форме круглый год. Для меня это крайне важно, я это ввела в привычку. Как я к этому пришла, я могу снять отдельное видео. Если тебе интересно, дай знать в комментариях. И да, если, конечно, тебе интересен такие марафоны, не забудь поставить пальчик вверх. Я посмотрю, сколько нас тут таких единомышленников собирается и кто так же, как я, собирается заниматься активненько подготовкой к лету. Ну так вот. А весна, кстати, хочу вам сказать, самый жаркий период для того, чтобы ухаживать за собой. И сегодня я хочу тебе показать все то, чем я буду пользоваться. Первое, что я, конечно, буду использовать, это будет вот такая вот щетка от инстаграмного бренда, бренда Риши. И не пугайся, не только у бренда Риши есть подобные щетки, у множества различных брендов есть подобные щетки. На китайских сайтах ты можешь такую щетку найти. Так что все возможные ссылочки, конечно, постараюсь оставить в инфобоксе. Ну так вот, эта щетка абсолютно вся натуральная. У нее бамбуковая щетка, у нее щетинки выполнены из иголок мексиканского кактуса. Она очень большая и ей очень круто делать самомассаж. Данная щетка очень классная, кстати. Помимо того, что делает самомассаж, она разогревает кожу и вы такая становитесь красным поросеночком. Она еще очень круто отшелушивает омертвевшие клетки кожи. Тут у меня что-то летает перед глазами. Омертвевшие клетки кожи. И знаете, она еще дает такой лимфодренажный эффект. Это, кстати, огромный плюс в уходе за телом, именно в подготовке тела к лету, когда нам нужно, чтобы уходил целлюлит, лишняя влага, чтобы мы были такими, знаете, упругими девчонками. Так что вот эта щеточка дает. И я ей буду, конечно же, вовсю пользоваться. После этой щетки я планирую использовать вот такое вот масло. Это уссурийское антицеллюлитное масло от бренда Natura Siberica. Она имеет разогревающий эффект. И здесь очень много разных витаминов. И я планирую как раз использовать данное масло после этой щетки. Потому что вот эта щетка, я ей пользуюсь уже два месяца, она грешна тем, что после использования данной щетки, даже если вы пользуетесь каким-то питательным крем-гелем для душа, и потом вы нанесете какой-то крем на тело, все-таки кожа будет суховатой. Я после этой щетки всегда с удовольствием использовала вот такой вот скраб реше. К нему я, конечно же, сейчас тоже приду. Я использовать буду вот это вот масло наносить, делать какой-то, продолжать самомассаж и питать свою кожу. Для того, чтобы она не пересыхала и не становилась слишком уязвимой. И чтобы у нее не было никаких, знаете, чтобы она там не попортилась от переусердия. И здесь, кстати, очень много, как я вам уже сказала, разных маслов, экстрактов. И у этого масла очень большой объем, 300 мл, помподозатор, я им уже пользовалась. И могу сказать так, что эффект мне от этого масла нравится, но я делала массаж этим маслом именно с вакуумной банкой. Сейчас я вакуумную банку уберу, потому что что-то я от нее устала. И буду просто разминать, так скажем, массажировать свое тело ручками. И да, как я вам уже показывала, у меня есть еще вот такой вот скраб от бренда Рише. Он идет натуральный. В нем очень-очень много разных масел, авокадо, зародыши пшеницы, жажаба, виноградных косточек, экстракт мандарина. Здесь помимо молотого кофе, здесь еще присутствует тростниковый сахар. Вот знаете, вот этот, вот, как я вам уже сказала, я вот этот скраб использовала после этой щетки. И, наверное, вы сейчас с той стороны у виска покрутили и сказали, Ир, зачем после скрабирования еще скрабировать кожу? Ты совсем куку? Ребят, объясняю. Данный скраб, именно как скраб, он мне не зашел, потому что здесь очень большие такие частички. И они какие-то, знаете, такие неловкие, что ли. Я им пользуюсь, но как такового скрабирования я от него не ощущаю. Но вот питание данный скраб моей коже очень круто дает, поэтому после вот этой щетки я буду использовать либо вот это вот масло делать себе, самомассаж, либо после вот этой вот щетки я буду использовать данный скраб, как я сейчас это, собственно говоря, делаю. Скраб мне очень понравился здесь, его как раз мне до конца месяца еще хватит. И, может быть, даже чуть-чуть, может быть, даже в апреле месяце им покользуюсь. Но это мы узнаем в конце месяца в следующем видео. Так что вот так. И тут, кстати, присутствует еще гималатская розовая соль. Это я буду использовать в этом месяце для того, чтобы свою кожу еще питать. Потому что, как мы знаем, обязательно, когда мы пытаемся избавиться от целлюлита, от лишних объемов, нужно еще не пересушить свою кожу, чтобы не было, знаете, одряблости какой-то, чтобы клетки кожи были всегда напитаны. И также в этом месяце я хочу использовать, допользовать, точнее, допользовать крем баня-сауна массажный, антицеллюлитный от Belita Vitex. Это белорусский бренд, очень бюджетный, очень дешевый, могу вам сказать. Продается он, мне кажется, везде на российском рынке. Он уже крайне давно, наверное, с года 2003-2004 я знакома вот с этим вот кремом. Но пользоваться я им начала именно, ну вот только. Потому что до этого как-то вот проходила мимо, пару раз, по-моему, у девчонок брала его на тренировки. Но на тренировки это вообще жгучая вещь. Я буду им пользоваться не как кремом массажным, я буду именно делать с ним обертывание под пленочку. И буду так выдерживать какое-то время, а потом его, конечно же, смывать, принимать в ванной. С чем буду принимать в ванной, тоже вам сейчас покажу. Очень крутая вещь, но это прям очень жесткий такой достаточно крем. Он очень сильно пекет. И девочки, если у вас кожа очень чувствительная, склонная к каким-то аллергическим реакциям, обязательно протестируйте вначале на сгибе, где-то на такой более чувствительной коже. Вы сразу же увидите вашу реакцию. У него тоже, кстати, очень неплохой состав. Ну, конечно, тут и очень много химозности. Но он мне нравится именно за свой эффект на коже. Он очень круто разогревает и тоже дает хороший лимфодренажный эффект на коже. Очень-очень нравится. Я буду его допользовать. У меня как раз тут осталась половина. И я думаю, что в марте месяце я его как раз и доиспользую. Так вот, плавно переходим к одному из моих любимых процедур в уходе за телом. Это принятие в ванной. Я очень сильно люблю принимать ванну. Я очень люблю купаться в водоемах, в море. Я очень люблю водные процедуры. И вообще, как бы я такой вот любитель поухаживать за собой. Ну, так вот, у меня сейчас будет две соли, которые я буду использовать в этом месяце. Я буду добивать соль от бренда Натура Сибирика. Это моя любимая соль. Она не дешевая. Вот эта баночка, но отлично для меня, она не дешевая. Вот эта баночка стоит больше 500 рублей. Здесь полкилограмма 500 грамма. Ее, конечно, надо использовать дозированно. Она всего лишь на 10 применений. По 50 грамм, по-моему, нужно использовать на ванну. Она, кстати, очень вкусно пахнет кедром карамелью. Выглядит она вот таким вот образом. Крупная соль с блестками. И вода, кстати, после использования данной соли, она так поблескивает красиво. Мне нравится использовать соли после каких-либо вот таких вот процедур антицеллюлитных в уходе за телом. Для того, чтобы выходили все шлаки, для того, чтобы кожа еще более очистилась. Знаете, вот эта микроциркуляция крови тоже нормализовалась. И давление, чтобы все вот эти мышцы расслабились. Чтобы вот, ну, общее состояние кожи, чтобы улучшилось. И мышечное состояние тоже улучшилось. Если получится, ой, если получится, то я для вас еще сниму те тренировочки, которые я делаю для себя именно индивидуально в борьбе с лишними объемами, для укрепления мышц, для подтягивания тела. Если вам это интересно, дайте знать в комментариях. Я попробую выйти из зоны комфорта и снять для вас подобный видеоролик. И следующая, кстати, соль, которая у меня будет. Я буду использовать вот такую вот соль от бренда доктор соль морей. Очень, кстати, бюджетная соль, мне кажется. Потому что ее можно купить в пределах 40 рублей. Я ее купила в фикс прайсе за 50 рублей. Она идет с эвкалиптом. Можно вообще использовать любую соль. Но вот у меня будет в этом месяце вот эта вот соль. Тут ее тоже полкилограмма. По-моему, ее можно 2-3 раза в неделю на 8-10 процедур нужно проводить. Нужно посмотреть, сколько тут нужно сыпать для одного применения. Если что, я себе подкуплю соль. И вам рекомендую, кстати, если вы используете, начинаете именно уход за телом, чтобы хотя бы ванну делать раз в 4 дня. Для того, чтобы вот именно ваша кожа как-то, знаете, обогащалась, во-первых, минералами, которыми есть в солях. И чтобы она становилась более упругой. Но это вот я всегда к этому придерживаюсь. Так что я буду еще пользовать вот эту вот соль с эвкалиптом в борьбе за красивое тело. Вот так вот. Но, собственно говоря, это все продукты, которые я буду использовать в этом месяце. Если вам понравился видеоролик, конечно же, дайте знать мне пальчик вверх. Оставляйте свои комментарии, что вы хотите увидеть следует. Точнее, хотели бы вы увидеть видеоролик о моих тренировках. И какие видеоролики вам еще интересны у меня на канале. И если вам интересен данный марафон, тоже дайте знать в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких соберется. И может быть, даже я буду у себя в инстаграм делать прямые эфиры с тренировками. Будем с вами договариваться на какое-то время. И вот так с вами дилетантами. Я дилетант с многолетним стажем. Я занимаюсь уходом за телом этими тренировками уже, наверное, лет с 15. Это еще привет от занятий танцем. Так что вот так вот. И большое спасибо, что ты досмотрел данный видеоролик до конца. Мы с тобой увидимся в скором будущем новом видео. Я тебя очень-очень сильно люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok